Две бритвы клинковые для проведения полного спектра реставрационно-задачных работ прибыли сегодня от Евгения, которого я отдельно сердечно приветствую. Старая Англия в лице Джорджа Вастенхольма и опять же таки старая Швеция в лице Содерана. В обоих случаях необходимо было клинки почистить, вышлифовать и выполировать. В случае с Джорджой необходимо было создать для него новую оправу. В этом же случае без разбора, крайне аккуратно, нужно было все вычистить, вышлифовать и выполировать. Клинок вместе с ним оправу и в результате бритву нужно было заточить. По этой единице я хотел бы отдельно концентрировать внимание Евгения, как законного владельца, насколько кривой клинок. Причем он кривой, наверное, вот в этом отрезке. Я, конечно, новую оправу для него создал, однако закрывать следует крайне бережно и аккуратно. От того, как пришлось мне оправу повторить, точнее сказать, кривизной оправы, мне пришлось повторить кривизну клинка. Это крайне важно. Если, естественно, закрывать медленно и аккуратно все четко, но стоит об этом помнить. Она прямо, скажем так, не знаю, где не очень это видно самому. На каком-то, наверное, на таком объекте. Ну, вот я думаю, видно, четко заметно. При всем при этом. Значит, вот сам клинок. Выборок он имеет, условно, полную. Широкий эрль. Сам клинок, он такой, тут, наверное, 7,8, даже с плюсиком, подозреваем. Сейчас оправку протру лишний раз. Естественно, клиночек был... Вышлифан, выполирован, все, как положено, во всех местах. Атрибутика сохранилась в таком, в незначительном объеме. Вот она там присутствует. Но, опять же, такие, относительно кривизны клинка, об этом нужно обязательно помнить. На постоянной основе. Потому что, ну, очень... Это не из ряда вон выходящие. Часто и густо мы с подобным сталкиваемся. Старые изделия, в особенности английские, так точно. Среди французов такое попадается, ну, значительно меньше. А среди англичан бывает. Так, все в размер, четенько садится, но слегка имеет изгиб вправо. Это номер один. А вот номер два. Господин Содеран из Хельстуна. Как в Швеции написано? Свериге. Я даже не знаю. Мне интересно, я сейчас... Это гарантий, наверное, слово, да? Да. Прошу обратить внимание на манеру написания. Ну, такой изящный, истинный фреймбэк. Здесь моносталь. Единственное для того, чтобы максимально, тоже называется по-шведски, сэкономить на материале. Они сверху вот такую трубку нарядили. Так же, во всем остальном, это абсолютно такое, вроде бы, как бы незримое в толщину изделие. Однако, естественно, как и у подавляющего большинства шведов, наверное, у всех, очень серьезная сталь на клинке. Так, как-то где-то у нас появился. Очень серьезная сталь. Если, допустим, сравнивать вот эти две бритвы между собой, прямо разница огромная между ними. В плане поведения и взаимодействия с образовыми материалами, прямо вообще. Я не могу сказать, что Жора как-то показывает себя с нехорошей стороны. Абсолютно нормально он затачивается. Но шведы, за что я их безгранично уважаю, прежде всего, у них все, что такое, у них все прямо эталонно. На каждом камне можно наблюдать ровно так, вернее, сталь ведет себя ровно так, как должна вести. Заказ готов, безоблагательно покоится и отправляется законному владельцу с наилучшими пожеланиями. У меня же на этом пока все. Искренне надеюсь, надолго не прощаемся. А точнее сказать, я уверен, что мы надолго не прощаемся. От того, как прибыло от Максима Николаевича совместно с вот этим прекрасным стеклянным камушком, прибыла приинтереснейшая группа японских брифов. Приинтереснейшая. Которая, естественно, уже оформляется. И в ближайшее время будет представлена вашим вниманием. У меня же на этом пока все. Спасибо за внимание. До скорых встреч в эфире. Бонзай.